Мы можем видеть в этом мире, что если у какого-то человека, допустим, у его супруги заболевание как рак, то остальные люди, они будут помогать ему в соответствии со своими способностями, насколько они способны. Если у человека, допустим, да, у жены у него рак, он будет пытаться помочь ей. А если у богатого человека, то есть, допустим, этот богатый человек, он может что-то пожертвовать этого человека, но если его собственный сын заболеет, то он отдаст абсолютно все. Все зависит от наших взаимоотношений. То есть, если у нас есть взаимоотношения с какой-то личностью, то мы будем готовы отдать абсолютно все. И если у нас будут взаимоотношения с Господом, то мы сможем отдать для него абсолютно все. И Шастра объясняет, в Раджавасе они отдают Кришне все, но до сих пор они думают, что они ничего не дают Ему. Они чувствуют так, что как будто бы они ничего не дают Ему. Она должна быть самбандагьяна с Господом. Сварупадживы — это вечное взаимоотношение с Господом. Дас — значит служение, а ничего больше. Значение Дас — это Сева. У всех есть. А это природа служить. Кто не служит? Поднимите вашу руку. Вы все служите. Служите вашему мужу, жене, мужу, стране. Так или нет? Ни кому мы должны служить на самом деле, мы не знаем. Настоящее служение является служением Господу. Если мы служим Бхагавану, тогда это будет благоприятно для вас. Почему? Это природа нашей Души, и мы должны проявить эту природу. Допустим, если мы возьмем воду. Вода, она по своей природе жидкая. Это химическое соединение водорода с кислородом. Мы знаем, что природа воды, она жидкая. Но когда вода попадает в, допустим, какую-то холодную температуру, что делать? Что происходит? Она замерзает. И кусок льда вы можете нести в своей руке. Но воду вы не можете нести в своей руке. Вам нужна какая-то емкость, чтобы налить туда воду. Но лёд вы можете спокойно носить в своих руках. Но нити-дхарма воды – это её жидкое состояние. Ну, в соответствии с какими-то определёнными обстоятельствами, она может состоять в дом, попадая в холодную температуру. И таким же образом, когда джива, она проявляется из татасха-шакти. Душа в вашем теле джива от мамы. И когда ваша джива была проявлена из татасха-шакти, ваша джива, у неё всегда была вечная природа служить Боговану. Приходим в Майя, покрываемся и забываем Бхагавана. У Майя есть две тенденции. Это слова на санскрите, но вы должны помнить их. Это слова философии. Вы постепенно запомните эти слова. У Майя две тенденции. Первое – Вишчик Атмикаврити и Аварна Атмикаврити. Авар – значит «покрывать». Майя – она покрывает нас и связывает нас с верёвками, единами страсти, невежества и благости. Аварна Атмикаврити. И затем она выкидывает нас в этот мир Викшепа Атмикаврити. И мы забываем Бхагаван. Мы позабыли Бхагавану. Здесь бесконечное количество времени блуждаем по планетам. Иногда мы отправляемся на райские планеты, иногда на адские планеты. Мы совсем позабыли Бхагавану. Что делает Кадапада Атмикаврити? Он пытается разбудить нас с Амбандагьяном. И эта шлука объясняет «проснись и прими наивысшую приему от чистого преданного». Мы должны проснуться. Мы спим в Майя, мы позабыли Бхагавана. Мы блуждаем в этом мире. И что делает Кадапада Атмикаврити? Он знает все о прошлом, настоящем будущем. Он пропустит нас. Мы должны взять эти наивысшие вещи. Мы должны выполнить. Кадападе, канал-кадапад. Он знает. Он знает. Он знает. Баран, значит, наивысшее. Мы должны пробудить наивысшие вещи, какие саммандагьяны. И Бурдер даст нам это через что? Через мантры. Вчера я уже говорила об этом. Вы помните, что я вчера говорил, что Гуру дает нам семя бхакти. Я говорила вам уже вчера об этом. Что это такое? Кто помнит? Поднимите ваши руки. Хорошо, скажите мне, поднимите ваши руки. Кто помнит? Это Кришна Сева Васана. Бхакти лата бич – это Кришна Сева Васана. Желание служить Кришне через мантры. Гуру Дева пробудет это в нас. На самом деле это уже есть в нас. Просто нужно это пробудить в нас. Такое же, чем внутри дров уже есть огонь. Вы не можете его видеть. Если вы хотите, чтобы появился огонь, то вам необходимо взять два бревнышка и тереть их друг от друга. И тогда вы увидите искры. Так или нет? Да, в древние времена люди делали так. Они добывали огонь таким образом. В каменные велька люди так делали. Они терли деревяшки друг от друга. И также внутри дживы, чистой атме, тоже есть амбинция служить Бхагавану. И так Гуру Дев пробудет нас то, что уже есть у нас. Но сейчас у нас есть и нас все служить Майям. Гуру Падападме с помощью мантры. Он пробудет нас, Кришна Семавасана. Он хотел так, чтобы это расцвело в нас. Гуру Кришна Прасаде Пахай – Бххтилата Бич. Бххтилата Бич – это семя Бххтилаты. Это также Шрадха. Если вы будете совершать Кришна Бххакти, ничего больше не нужно делать. У вас должна быть такая вера. С помощью кармы, гьян, йоги, тапаси вы не сможете достичь на и высшего совершенства. На и лучшее благо вы сможете получить только если вы будете служить Говинди. У вас должна быть именно такая вера. И это называется Шрадха. Если вы будете служить Кришне, вы сможете достичь абсолютно все. Не нужно делать отдельно карму, йогу, тапасию. Не нужно все это делать. Но мы должны служить просто Кришне и вас должна быть такая вера. Но есть два вида веры. Локи Шрадха. Когда у нас есть вера в нашу Синью, это Локи Шрадха. Материальная Шрадха. А параматрик Шрадха – это духовная вера. А параматрик Шрадха. А параматрик Шрадха – это духовная вера. Но также есть слепая вера. А параматрик Шрадха. В дереве нет никаких привидений. Но если что-то произойти, мы будем думать, что там есть привидения. Будка – это прошлое время. То, что уже прошло. Это Буд. Или привидения. Смотрите, ну, допустим, в дереве есть привидения. Но если вы не будете трогать его, то оно не будет трогать вас. Но если вы потревожите его, то оно потревожит вас. Да. Смотрите, допустим, у вас есть вера в этих привидениях. Но если вы потревожите это привидение, то оно потревожит вас. Поэтому не нужно поляться их. Есть два вида вера. Параматрик Вишвас – это слепая вера. Мы верим во что-то, что не подлежит логике Священных Писаний. Какой-то человек просто говорит из своей головы, просто что-то придумывает. Вот. Вы верите в это? Это называется просто слепая вера. Допустим, какие-то саду, они ничего не знают, и они просто притворяются как будто бы. Они что-то там как-то излечивают вас, или еще что-то придумывают, хлопают в ладошь, или какие-то делают там, какие-то движения, чтобы вас бить толку. Но если саду может помочь вам, только если он обладает мантра сейдой, совершенству мантр. И некоторые притворяются, что они и сами, что какое-то, допустим, саду – это сам Господь. И другие люди верят в него, но это просто слепая вера. Вы не должны верить таким образом, как Тхакура говорит. Если вы больны, вы должны принять лекарства. Если у вас есть болезнь, вы должны принять лекарства. Если вы не хотите принять лекарства, вы отправляетесь в саду. Повторяйте какие-то мантры, одни, другие. Именно и другие. Вы – там нет необходимости. Это будет необходимость. Ты – саду шастрия! Увидимся – саду саду. Есть «кайл» – саду-ка. Как вы, саду-ка, саду-ка! Я говорила, что наши саду-ка они говорят. Я предупреждала, что Саджи – саду-ка. Мы говорили саду-ка. Примите то, что мы вам даем, и так Господь, Он придет к вам и заберет вас. Но на самом деле, многие люди, они даже не следуют шастрам. Они просто придумывают что-то сами. Но вы должны смотреть, чтобы это сходилось с концепциями шастр. А иначе просто слепая вера, она не ведет вас к успеху. А иначе вы будете повторять здесь и там мантры от одного, от другого, саду. Это не придет вас к успеху. На самом деле, вы просто будете выстраивать свои деньги на этих людей, ничего более. И так вы должны смотреть, чтобы эти слова соответствовали концепцию Священного Писания. Вы должны быть трансцендентная вера. То есть вы должны смотреть, чтобы слова саду, они схватились с основанием Священных Писаний. Вы должны слушать Харикатхум. Гуру дает нам мантру. Какую мантру? Какую мантру? Любую мантру, которую дает вам Гуру, вы должны повторять их с верой. И так же вы должны, получив это семечко, вы должны поливать его семя Бактейн. Допустим, если вы, если у вас есть семечко, вы также должны поливать его для того, чтобы оно проросло. Вам нужна вода, чтобы поливать. С равным киртаном поливать это значит слушать и повторять мантры. Гуру дал нам мантры в наше сердце. И вам необходимо прорастить их и сделать так, чтобы они выросли высокими. Как мы это сделали? Необходимо повторять мантры и слушать Харикатху. Он это объясняет. Необходимо повторять Святое Имя. И если у нас нет веры в Харикатху, то все, что бы вы ни делали, это будет все бесполезно. Это не будет не иметь никакого веса. Вы должны слушать Харикатху. И Шарован Киртаны это вода. Вы получили мантру, но вы не общаетесь с Гуру, не делаете Гуру-Севу, тогда ничего невозможно. Вы понимаете? Итак, вы должны слушать, слушать Харикатху. Харикатху из-за-то слух уст Гуру. И это Харикатха Гуру это Шабда Брама. Это трансцендент Гузбе. Этот Шабда Брама войдет в ваши уши и дойдет до самого сердца. И тогда все Анардхи, которые имеются в вашем сердце, они будут полностью уничтожены. И Бхагаванер Катха Ато Сакти Сали. Катха Бхагавана такая могущественная и Бхактистанта Сарасвати Прабхупада он говорит, если вы бросите атомную бомбу. Вы слышали историю, когда бросили атомную бомбу? Вы знаете, с какой территории она смогла разрушить? Вы знаете, Шабда Брама Харикатха Бхагавана она еще мощнее чем эта атомная бомба. Она сможет разрушить все за пределами других вселенных. Можете себе представить? Она в тысячу раз, во множество-множество раз могущественнее, чем одна атомная бомба. Но вы должны слушать Харикатху с верой. Слушать как? С верой. С Рабдхая. Вы понимаете? И служить Гуртеву без двумя еще. Маха Прабунцам говорит. Повторяйте святое имя, служите Ваишнамам. И очень скоро вы достигнете лотосный стоп Говинда. Служить Ваишнамам и повторять святое имя. Вы должны держите две вещи. Я говорю, повторяйте святое имя. Но они просто повторяли, что вы должны делать? Служить святому имени. И вы не должны есть Прасад, вы должны служить Прасаду. И в нашем Ваишнамском мире мы пользуемся такими словами. На самом деле так мы должны выражаться. Служить святому имени, служить Прасаду, служить Ваишнамам. Не повторять святое имя, а служить святому имени. Вы должны служить Ему. Бхат используют для риса, но более чистое слово является Анну. Бенгари используют такое слово. Рис, который вы предлагаете Господу, мы называем Анну. Это трансцендентный Парисад. Мы называем его Анна. И слово Анна говорит Анна мой Брама. Это значит, что Господь Он полон жизни. Но многие люди используют слово Бар, Дра, Риса. Я не буду служить Гуру без Гуличи. Множество людей пытаются обмануть Гуру. Амар 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 Гуру Дева Все, что у меня есть Твои, на Твои лотосные столбы мои. Да, я рассказываю вам прекрасные истории. Это не моя история, эту историю рассказывал Гуру Дева. 40 лет я слушал Харикатху от моего Гуру Дева, у меня была такая удача. И я расскажу вам эту Харикатху. Это очень прекрасная история. Однажды Гуру путешествовал по местам паломничества. И Гуру пришел в дом ученика. И этот ученик был очень скупым. Некоторые люди, они ничего не используют для служения, только для себя. И он говорил, о, Гуру Дева, все, что есть у меня твое, но твои младшие мои. Красивые слова, да? О, Гуру Дева, я так предан тебе все твои младшие младшие стопы твои мои. Но Гуру Дева знает. Гуру Дева знает сердце каждого. Он знает сердце И вечером Гуру Дев пришел в дом своего ученика и сказал, сегодня я не буду есть. Гуру Дева знал, что ученик ничего не будет готовить. Он сказал, хорошо, не нужно готовить для меня. Он сказал, о, нет, Гуру Дева, все, что есть твое, но твои лотосные стопы мои. И он как попугай, он постоянно повторял это. Просто как попугайчик. Гуру Дева повторяет имя Кришны, он повторяет имя Кришны, повторяет, а потом, когда кот на него наплетает, он просто будет ке-ке-ке и забудет имя Кришны. Итак, этот Гуру, он сказал, я одну ночь переночу тебя, а утром я уйду в другое место. Он сказал, о, Гуру Дева, все твое, но твои лотосные стопы мои. Он сказал, что он сделал? Он поставил свои вещи в доме ученика и хотел принять омомение. И так он принял омомение, поставил тело, прочитал гаатри, и может быть уже было 8.30. Было лето. Как сейчас? Такое же время было. Говиндабхог. Говиндабхог. Это же Суганд. И тогда он почувствовал запах басмати риса. Значит, такое риса называется Говиндабхог. Говиндабхог. Какой Говиндабхог? Иногда у вас бывает такой Говиндабхогог рис? Рис? Очень ароматный рис. Может быть, вы видели такой? Иногда на мальникам и готовите такой. Очень ароматный. Гуру Дев сказал, что ты делаешь? И он сказал, о, Гуру Дев, я все приготовила для тебя, пожалуйста, применю Прасад. Гуру Дев сказал, я же сказал, тебе не нужно что ты для меня готовить, а не буду ничего есть. Он говорит, пожалуйста, все твое, твои лотосные стопы мои. Гуру Дев, все твое. Гуру Дев, все твое. Все твое. Гуру Дев, хорошо. И тот настаивал, тогда Гур Дев сказал, хорошо, давай мне немножко Прасады я применю. тогда Гуру Дев принял Прасад, и лег спать. На следующее утро Гуру Дев проверил свои карманы и увидел, что там нет денег. И до этого у него были там денежки. Помните, этот ученик говорил, Гуру Дев, это все твои умственные стопы, мы и поняли, что ты пришел. Мама, ученик, он просто вытащил деньги этого Гуру Дева и организовал Прасад на эти деньги. Гуру Дев, все твое, это ничего не моего. Все предложит тебе, правда или нет? Гуру Дев, он сказал, хорошо. Он пытается обмануть меня. Гуру Дев, что ты говоришь, все мое? Гуру Дев, он говорит, Что? Все тут прям мое. Он говорит, да, все твое. И тогда Гурдай пошел к лодочнику и сказал, принеси все, что в доме есть у этого ученика и сложи в лодку. И тогда Гурдай спросил, скажи мне, все здесь мое в этом доме? Говорит, да, все приезжает к тебе. Твои лотосные стопы мои. И тогда Гурдай сказал, скажи мне, вот этот телик висит, он мой? Говорит, конечно, Гурдай, это все твое. Что, я могу взять? Да, уже пройдет. И тогда он опташил его дом и сложил все в лодку. И жена сказала, зачем ты сказала, сказал это Гурдай, вот теперь Гурдай все забрал и сложил в свою лодку. И Гурдай сказал, не переживай, через минуту ты увидишь, что я сделаю. Говорит, я все сложил в лодку. Все, ковры, телевизор, абсолютно все. Нужно какой-то наш дом опустить. Что мы будем делать? Гурдай сказал, не переживай. Дай мне топор. Она говорит, что ты хочешь убить Гурдай? Она говорит, нет, 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 ты женщина, ничего не понимаешь. Дай мне просто топорик. Большой топор, знаете, как у Кали такой большой топор. И Гурдай все собрал, все в лодку. И Гурдай уже хотел обчарить. И тогда ученик побежал, говорит, Гурдай, Гурдай, все твое, но твои лотосные стопы мои. Гурдай, как я могу жить без твоих лотосных стоп? Я не смогу жить без твоих стопы. Он начал петь. Гурдай, ты можешь взять все, но твои стопы мои. Гурдай, без твоих лотосных стопы, как я буду делать пуджу? Кому я буду поклоняться? Он бежал с топором. Гурдай подумал, что сумасшедший, может, он убьет меня сейчас. Гурдай, все, ничего мне не нужно, забирай. Нет, нет, Гурдай, все, это твое, но твои лотосные стопы мои. Он говорит, все, все, ничего мне не надо, забирай все. И многие люди такие же. Они слова красивые, говорят, ой, Гурдай, все твое, но твои лотосные стопы мои. На самом деле это не правда. И шастры объясняют. Вы должны оставить двуличие лицемерия, вы должны служить Гурдайу без двуличия. Это очень важно. И лучшее служение, это служение Гуру. Прохлада Махараджа, он произносит эту степь. Мы должны служить Гуру без двуличия. И лучшее служение из всех служений, это служение Гуру. Бхагаван сам говорит об этом. Сначала поклоняйся Гуру, а затем поклоняйся Нему. Господь говорит это своими собственными уставами. Если одновременно перед вами проявится Господь и Гуру, кому вы должны сначала предложить поклонник? Гуру Деву. Потому что именно Гуру Дев сделает так, что мы узнаем Бога. Субтитры создавал DimaTorzok. Девушки отдыхают. Каждый день, рано утром, мы поем в Гурваш-тоху. Если вы получите милость Гуру, вы сможете получить милость в Бхагавана, но если у вас нет милости Гуру, вы не сможете ее получить. Если вы на самом деле служите Гуру Деву, вы получите милость в Бхагаване. Это должна быть очень сильная гништха в Бхагаване. Проглад Махарад объясняет этот стих сильной песней Бхагаватам. Он говорил о том, как достичь Бхагавана. И как можно достичь его? С помощью служения Гуру. Если вы служите Гуру, то вы почувствуете огромное счастье в вашем сердце. И также самбандагьяна, она появится в вашем сердце. Только с помощью служения можете обратиться с амбандагьяном. И я уже говорил, это не так. Как в отношениях мужа и жены. Они живут вместе. Их отношения развиваются только из-за служения. Когда они живут друг другу, их отношения становятся более крепкими. А иначе как они будут любить друг друга? Как разорваться эти отношения? Поэтому я всегда говорю, как необходимо служить Гуру. Гуру Севы. Как она важна? Да, вы должны служить Бхагавану. Но вы должны служить даже больше, еще больше Гуру. Если вы слушаете Гуру, тогда трансцендентное Тату. Прямо в вашем сердце все осознать. Есть два типа Гуру Сева. Я уже говорил. Вапу Сева. Вапу значит тело. Физическое служение Гуру. Вапу Сева. Вапу Сева. Вапу Сева. Вапу Сева. Вапу Сева. Вапу Сева. Вапу Сев vecino,oscwavvua. Северная тема. Санбандагьяна, это так живет при расе вашей тенденции служения. Гурдева хочет, чтобы вы служили, обусловленные души вначале. У них нет этой тенденции служения. Почему? Только когда сукрити накапливается, тогда возникают также эти желания служить. И поэтому изначально вы должны накопить только сукрити. Когда мы накопим достаточно сукрити за внушую жизнь, тогда мы будем способны внести саду саму. И у нас появится вкус боготка тхе. Если сукрити еще не созрело, недостаточно сукрити, тогда вам захочется слушать хрикатху. Вы будете чувствовать санливо все время тхе. Вы будете постоянно крутиться, потягиваться, все будет затекать. «Ой, так тяжело сидеть на катхе. Целый час сидеть должен. Так тяжело, да?» Ну, когда сидите, смотрите телевизор, так легко. Ой, хоть один, хоть два часа. Очень легко. Три часа можете сидеть против телевизора. Знаете, люди ходят в кинотеатры, сидят там по три часа. Почему? Потому что. У нас много материального сукрити, нам нравятся материальные вещи. Но нам сложно слушать хрикатху. Хрикатху, потому что у нас недостаточно сукрити. Поэтому у нас нет достаточно интересований. Просите свой ум. Сейчас он объясняет прекрасную славу имени Кришны. Ты слышал о славе имени Кришны, но почему же у тебя нет вкуса к повторению святого имени? Расскажи им, это все из-за недостатка сукрити. И Гурупада Падма, он говорит, мы должны накопить сукрити, но каким образом с помощью служения? К примеру, вы подметаете храм. Это дает вам сукрити. Все, что вы делали, вы должны накапливать сукрити. Есть два вида сукрити. Гето сукрити, когда вы делаете что-то особенное. Накопление сукрити. Допустим, вы знаете, что очень благоприятно поливать туласи. Это бакти. Но поначалу вы, возможно, знаете, кто такая туласи, что это за растение. И, может быть, она просто растет у вас в саду. Вы поливаете другие растения. И автоматически, из-за того, чтобы поливать остальные другие растения, то поливается и туласи, потому что она там у вас в саду. И так вы закопливаете неосознанное сукрити. Вы знаете, что у вас там туласи растет. Это называется агитом сукрити. Это не особенное сукрити. Вы знаете, что у вас там туласи растет. Допустим, берете саду и предлагаете пранаму. Вы видите, тело к моему богу и предлагаете пранаму. Так вы не знаете сукрити. Вы не знаете его славы, не знаете, кто это. Только вы начинаете накопливать сукрити. И это называется агьято сукрити. Неосознанное обвинение сукрити. Джава Госвами в Сандарби он также дает прекрасное описание. В этой деревне Брахман и Брахман каждый день служили божеством в храме. И в один день что произошло? Брахман, он совершал арать рады и Кришне. И он оставил фитерек просто в храме против Дакурджи. И так этот фитерек он догорал. И одна мышка, она приползла и почувствовала прекрасный аромат этого фитерка, пропитанного маслом ги. И так эта мышка, она попыталась, и захотела съесть этот фитерек. И случайно загорелись ее усики, и так загорелась вся ее мардашка. И она загорелась вся, и конечно же она начала прыгать. И Брахман, он подумал, что она делает арати. И посмотрите, какие у нас разные концепции с Господом. Господь увидел, как мышка предлагает ее. Это не моя катха, это написано в Бхакте Сандарбе, вы можете увидеть это. Да, мышка наконец-то же умерла в этот момент. Но душа этой мышки, она в следующей жизни проявилась в теле принцессы. Смотрите, это мышка неосознанно, просто она горела, и поэтому она крутилась и прыгала. Но Бхакт подумал, о, она совершает мне арати. И представьте, этот плод, предложение фитерка Господу. Результатом было то, что эта душа проявила свою жизнь в теле принцессы. И конечно, она объясняет в Бхагавадгите. Что если вы будете совершать арати, то вы и обретете рождение в прекрасной семье. Шри, значит, богатый. То есть вы родитесь в достатке. Если вы родитесь в богатой семье, то не будет никаких проблем для вас совершать Бхакти. Допустим, если у вас нет денег, то где вы возьмете Бхагавани, фитерки? Для этого нужны деньги. Но если вы родитесь в богатой семье, то у вас будет все возможности служить Бхагавану. И в Гите говорится, если вы совершаете Бхакти, но не достигли совершенства, то у вас будет такая возможность в следующей жизни. И эта мышка, она попрыгала таким образом. Господь воспринял это как то, что она предлагала ему фитерок для ларати. Никто не учил. А и когда эта мышка проявилась в своей жизни как принцесса, у принцессы были уже санскары. То есть никто не учил ее предлагать те фитерки, но у нее были эти санскары предлагать фитерки. Есть протоники и протоники. В предыдущей жизни с этой жизнью есть определенные санскары, которые остырают впечатления. Если вы делаете что-то в прошлой жизни, это так, как она отразится в этой жизни. И эту девочку, принцессу маленькую, никто не учил ее предлагать фитерки Господа делать ларати. Но автоматически она сама делала это из-за своего сукрити, из-за своей санскарской жизни. И так она обрела общение с саду, благодаря тому, что она накопила с сукрити. Когда наше сукрити, оно нас изревает, тогда мы обретаем общение с саду. Когда мы обретаем общение с саду, тогда у нас появляется вера в Господа. На самом деле саду санка и приводит нас к Господу. Время уже заканчивается, но я хочу вам рассказать еще одну маленькую историю. И эта пчела пролетела мимо навоза. И она увидела там навозного жука. И он спросил, ооо, откуда ты приделал, кто ты? Она говорит, я пчела, повторяю имена Господа. Выглядит как будто соросыватель на твоем горле. Ты так выглядишь красивее. Откуда ты прилетела? И эта пчела сказала. Я прилетела из... И из этого места посередине Пала. Как называется это место? Кто-нибудь знает? Я забыла это название, но... Между Индией и Китаем есть Непал. И между Непалом там есть... Манас Саровар. Это место называется. Очень красивое, божественное место. Манас Саровар. И пчела начала объяснять, как выглядит Манас Саровар. Ооо, там такая прекрасная вода. И эта вода, она кристальная и голубого цвета. И если ты бросишь камушек в это озеро, то ты увидишь, как оно достигает самого дна. Эта вода абсолютно чистая. Если ты даже не будешь чувствовать жажды, то увидишь, что воду и тут же захочешь ее выпить. И там всегда распустившиеся прекрасные лотосы на поверхности этой воды. Эта вода, она такая ароматная из-за распустившейся лотоса. Вода, она голубая. И пыльца у лотоса, она такая розовато-красноватая. И из-за этой пыльцы кажется, что как будто озеро так же розовато-красное. Прикрасные деревья. Эта вода. Эта вода. Эта вода. Эта вода. Эта вода. Эта вода. Они так горы help показывают. Много различных птиц. Птички эти поют, сладостные. Такое красивое место, божественное место. Брахма полбоги, они совершают медитацию в этом месте. И, услышав славу этого места, как навозный жук, он сказал, что ты живешь с собой, у меня нет крыльев. И тогда я сказала, хорошо, а за вас на мою спину. Мы полетим с тобой в то место. Итак, эта пчела, она издала такой звук, она вместе с навозным жуком на своей спине полетела туда. У нас какое-то прекрасное место. Я вам уже описал, описал какое-то красивое место. Вода была абсолютно колбой и кристально чистая. Это невероятно красивое место. Много цветов было вокруг этого озера, распустившиеся лотосы. И так эта пчела, она посадила, высадила как бы, розного жука на один лотос. И что случилось дальше? Когда посадила его лотосный цветок. Вы знаете, лотос распускается, когда на рассвете, и он закрывается на закате. И что случилось? Причела, она тоже не видела, что солнце село, но в тот день было Шива Чатурдуши. И в тот день принцесса, она Шива Чатурдуши, я предложу 108 лотосов для Шивджи. Я возьму такую обедку. Я возьму такую обедку. И она собирала лотосы. У меня было 107 лотосов. Тогда она увидела один большой лотос. Она была очень рада. И она подумала... У меня 107 лотосов. Я предложу все эти лотосы стопам, Господа, стопам Шива. Но этот 108 лотос я положу на его голову. Как вы помните, тот лотос, он закрылся, и в этом лотосе он закрылся, и на возле жучок. Вы знаете эту мантру? Мантра Шива такая простая. Знаете, есть сложные мантры, нужно издавать сложные звуки, но мантра Шива очень простая. Итак, эта принцесса, она предложила 107 лотосов стопам Шиве. И 108 лотос она предложила Шиве и положила его на голову Шиве. И помните, помните, этот жук, он просто рылся в навозной куче, а теперь он попал на голову Шиву. И всю ночь принцесса, она повторяла мантры, поклонялась Шиве, звенела в колокольчик. И поклонялась ему с помощью Вады Ганги. И рано утром все, что вы предлагали Бхагавану, вы берете и выбрасываете это в Гангу. И тогда рано утром принцесса, она взяла тот лотос. Сейчас из-за того, что уже было утро, лотос распустился, лепестки распустились. И принцесса, она взяла этот цветок и положила этот цветок в Гангу. И только как этот жук коснулся Ганги, он тут же оставил тело и отправился на Байкундху. И каково же значение этой истории? Шивджи – это Гуру Таттва. Пчела – это саду. Шивджи лучший из всех Вашнавов. Лучший из Вашнавов – это Шивджи. Он – Гуру Таттва. И по милости саду мы принимаем, например, еще Гуру. И Ганга – это Шудда Бхакти в этой истории. Если Вы коснетесь Шудда Бхакти, тогда Вы напрямую отправитесь куда? На Байкундху. Саду Санга очень прославлена. Чем больше Вы находитесь в саду Санге, тем больше Ваши Бхакти будут возрастать. И в конце Вы обретете Бхагавана. Каково же значение саду Санге? Могур Дэфон объяснял. Истинный саду – что он хочет от Вас? Он хочет денег, может быть, от Вас? Нет, это не истинный саду. Истинный саду. Он не смотрит. Даете Вы деньги, не даете им, даете им маленькую одежду, большую одежду, тонкую, теплую, холодную. Он не смотрит на это. Он только хочет видеть, как много Харикадхи он слушает от Него. Я говорю это снова и снова. Парикшит Махараж, допустим, он слушал Харикадху от кого? От Шукадай Вагасвами. Когда Вагасвами брал какие-нибудь пожертвования, может быть, от Него? Нет, но Парикшит Махараж, он слушал Шукадай Вагасвами, он слушал его Харикадху. Парикшит Махараж, он достиг Бхагавана, слушая Харикадху. Чем больше вы слушаете Харикадху, тем больше Гуру будет удовлетворен вам. Вы думаете, Гуру Дэв, он будет удовлетворен вашими пожертвованиями. На самом деле Гуру Дэв, он будет удовлетворен данной кармы. Если вы будете слушать Харикадху, таков симптом истинного Гуру. Истинный Гуру, лучше, чтобы вы слушали его Харикадху, но Гуру Дэв он говорил. Почему вы приезжаете на Новодипу? Шиллай Рангасай Махарич 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 Махарич, он говорил. Почему вы приезжаете на Новодипу по Рикраме? Да, в вашем доме, у вас прекрасная еда, все условия, комфорт, но здесь у вас нет такого комфорта. У нас в Новодипе даже нет хороших комфортных туалетов. В то время ничего не было, сейчас уже ездило. Но тогда раньше ничего не было. Просто выкопывали яму, и так нужно было помнить туалет. Я говорю, я спрашиваю, почему вы оставили свои дома? У вас там дома все есть, все условия. А сейчас здесь, в семь дней, вы будете со мной совещать так много эскез. Зачем? Потому что вы будете слушать Харикадху. Что я могу отдать? Я не могу даже вас должным образом накормить. У вас тут тысячи и тысячи человек. Сейчас уже все организовывают, но раньше люди спали под открытым небом, просто на земле. И было даже еды не хватало всем. Им давали две тарелки. Одной тарелкой они прикрывали. Свои головы. А на другой тарелке они принимали Прасаду. Потому что сердце было очень жгучим. Говорит, я говорил, приезжайте сюда для того, чтобы слушать Харикадху. Это то, что видит истинный Гуру. Чем он будет удовлетворен Махапрабум? Махапрабум. На что он смотрит? Махапрабум смотрел на отречение своих учеников. Когда они были очень отвлеченными, он был очень счастлив. И если вы будете слушать Харикадху, Гуру и Вашнав, они будут очень удовлетворены вами. Время уже заканчивается, сейчас я остановлюсь. И таким образом вы должны слушать Харикадху. Из лотосных уст Гуру и Вашнав, вы должны слушать Харикадху. Махапрабум сам говорит об этом. И если вы учите Харикадху. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok